...ковалёва Женчугула, ставочек графини и шевелетина. С фонтальным домом связаны на Анна Андреевна Ахматова. Она немало лет прожила, правда, уже в коммунальной квартире, в одном из флегелей этого дворца. Она и называла его фонтан-на-побуд. Сейчас это в здании телевом музея музыкального и театрального искусства. И есть отдельный музей, посвященный жизни и творчеству Анны Ахматовой, по которому, кстати, завтра день рождения, 23 июня. В конце XVIII века начинается сооружение гранитных мабережных пассажиров. В то же время берега реки соединяла в семью каменные трех пролётных на мостах. Эти мосты справились по образцовому проекту, то есть были все одинаковые. И средняя часть была деревянной и разводилась для пропускомачтовых судов. Почти все мосты той серии уже были перестроены. Перестроил свой мост, который он отходит в наш теплоход. В наше время он называется мостом Геленского. А это его первоначальное название Симеонский. Какое название он получил отцеп? Сейчас справа, вы имеете? Вы имеете в церковь Симеона, богоприемца и Анны Пророчицы. Она сохранилась в 30-е годы до XVIII века. Средний пролёт моста, под который пройдёт теплоход, подзятый был деревянным, а разводный. Прорастение справились камеры, которые наверняка будете отращивать внимание. Я вам уже на обратном пути расскажу. Вы сейчас смотрите на левый билет. Слева здания Санкт-Петербургского цирка. Цирк Ченизели. Гаитана Ченизели – итальянский цирковой артист, наездник и дрессировщик. И вот на его память я до сих пор носил наш цирк. Первая специальная армия каменная цирка в России. Эта цирка появилась в XIX веке. До этого в стране наши цирковые концертки Шапито. То есть временные, передвижные цирки. И здесь работает уникальный музей России единственный. Музей циркового искусства. А вот стоит наш цирк на месте большего слонового двора. В цирковых годах XVIII века здесь жили 14 слонов. В границе набережной когда-то еще выбора. И прямо здесь слева сделали деревянный настил спуск лета. Все эти слоны возле одновременно в контакте купался. А тогда река была намного шире. И вообще-то было давно, в XVIII веке. В нашем 21-м слоноведке и гости в городе. Слева по горку, впереди Михайловский замок. Видите, развивается российский план. А когда-то там поднимали императорский штангарм. Пожалуй, нет в городе другого старинного здания, которое было бы окутано таким туманом легенд и тайн, как это. Когда-то на месте этого замка стоял огромный деревянный летний дворец. Елизавета Петровна, дочери Петра I. В том дворце у Екатерины Алексеевны, будущий императорец Екатерины Великой, родился сын Павел. Он вырастет и произнесет пророческую фразу. А здесь я родился, на этом месте хочу и верить. Когда сама Екатерина умирает, он приказывает, родители заедут управление снести и строить этот замок. Построили его по тем меркам быстро, за грязь небольшим годом. И не успели, чем просохнуть стены, и операторская семья уже перебралась сюда. Павел считал свой замок неприступной резиденцией. До всех сторон его окружила вода. Спонтанка, бойка, дополнительно прорывали каналы. Мосты были тогда подъемными, на ночь их поднимали, и замок оказался на острове. Но, несмотря на меры предосторожности, самому императору Павлу суждено было в этом замке прожить всего 40 дней. Он был обеден заголовщиками прямо в собственной истории. После его убийства замок долго пустало, никто из императорской семьи там просто не хотел больше жить. Позже в нем разместили инженерное училище. Отсюда и счетное название замка «Инженерный». Сейчас это один из филиалов государственного русского музея. Но почему? Визианция Павла называется Михайловским, а не, к примеру, Павловским замком. Михаил Архангел, Павел считал своим единственным покровителем. В честь Михаила Архангела осветили домовую церковь. В честь него и получил название этот замок. Но мы с вами остановились. Правила движения не интересны только на дорогах. На реках и с каналах тоже существуют. Во-первых, ограничения по скорости не более 8 км в час по малым рекам и каналам. Но кроме того, перед каждым мостом мы должны пропускать суда, идущие сверху. Вот это мы сейчас и делаем. Нам надо повернуть налево и идти в бойку. Река бойка из фонтанки вытекает. Вы посмотрите, с левой стороны, на углу, на мосту, на набережной стоят люди. Сюда приходят, чтобы посмотреть на самую маленькую уличную структуру города. Нашего знаменитого Чижика-Пыжика. Когда теплоходы пройдут, налево смотрите, и на углу, прямо на гранитной стенке, на маленьком виде стальчика, вы нашу знаменитую птицу и увидите. Смотрите налево, высоко глаза не поднимайте. Смотрите на уровень глаз. Потому что это мало народа, обычно бросают сверху монетки. Считается, если монетка не упадет в фонтанку, она в виде стали останется, то человек, несомненно, ждет удачи. Но это сложно сделать. Чижик маленький, 11 сантиметров, просто. Но он весит 5 килограммов, весит средневинской мифологии и эпох войны. Сейчас здесь парадов не проводят, но бои бывают, правда, не настоящие. Вот в следующую субботу, через неделю, здесь на Марсовом поле, будет бой подушками. Причем, как ни странно, мероприятие согласовано с администрацией города. Так что приходите на бой подушками. С левой стороны, небольшой павильон присты. Он появился здесь в конце 20-го гроб. Здесь ведь тоже ансамбль. Посмотрите налево, в глубине сада, вы увидите парковый фасад Михайловского дворца. Здание наверняка кому-то из вас известно. Оно ведь давно приближает Государственному русскому музею. Дворец крылся для младшего сына императора Павла, Михаила. Отсюда название Михайловский. Так что не путайте, есть у нас в городе Михайловский замок, есть Михайловский дворец. Названия похожи. Здания разные. С левой страдой за деревьями великолепный храм, храм воскресения Христова, второго названия спас на траве, построен дом на берегу Екатеринского канала, на том месте, где был смертельно ранен император Александр II. Человек, конечно, трагической судьбы. А восемь попыток покушения на его жизнь было совершено. И последнее принесло ему смерть. Сначала на леке смертельного ранения поставили часами. Совсем не дешевле. В виде сооружения уникальное, трехколенный мост, который так любят молодожены, на котором даже Петра I с Екатериной можно увидеть. Посмотрите, какой мост интересный. Композиция из мостов, перекрывающих моему каналу Грибоедова тремя пролетами, с одной средней обороны. Как только под мостом теплоход пройдет, сразу налево смотрите. Хорошо, что спас на крови будет виден. Здравствуйте, Майкл. Наверное, вы обратите внимание на главную особенность этого храма. Его мозаичное убранство. Его очень долго строили, 24 года. А на реставрацию еще больше времени потребовалось, почти 28 лет. И он это открыли не так уж давно, в 97-м году, в день Яблочного спаса, 19 августа. С правой стороны одноэтажное желтое здание, с окнами Аркадема. В плане оно имеет треугольную форму, а он называется круглым рынком. Так назвал его сам архитектор, очень известный Джеком Акваренги. А рынок строился еще при Екатерине Великой. В таком году здесь работала 21 продуктовая лавка. С левой стороны протяженное здание, посаду которого, в связи с проведением в нашем городе Международного экономического форума, пытались заформировать в Телеком, но не получилось, не успели выйти только половину. Это бывшие придворные императорские конюшни. Они присвоились еще в 18-м веке. Тогда главный посадь этого стола был обращен сюда, в сторону Мойки. А на Кополе была огромная фигура скачущего коня. Через полет решили конюшни в классическом стиле перестроить, и тогда главный посадь в другую сторону повернула, в Телекомшинную площадь. Подбойте по городу Гулянт, окажите, с другой стороны этого здания, сможете выйти в центр с пасмиропозорного образа. Чем она известна? Именно в ней 1 февраля 37-го года, в 1837-го, отбивали пушки. Сейчас, конечно, белщины, конечно, уже не предназначены. Здесь после реконструкции хотят открыть очередную гостиницу. Место-то золотое. Вообще, неофициально эта часть города, в которой мы с вами находимся, так и называется, золотой треугольник. Здесь очень дорогая земля. А при категории реликан конюшник содержали 300 лошадей, обслуживали их как даже 500 человек. Здание императорских конюшен дает название двум улицам города, большой и малой конюшеной, и нескольким мостам. Впереди большой конюшенный мост. Он не так уж велик, конечно, но у нас есть и мало конюшен. Подходят ближе, обратите внимание на то, как мост украшен. Но не ограда, безусловно красивая, сам мост, называется конюшеном, а вот украшен вовсе не лошадями на головами, бараньями. Вот почему на этот вопрос вам никто не даст ответа. Документы, касающиеся архитектурного Украинского моста, никаких с 19 века, к сожалению, не сохранилось. С правой стороны третье здание за причалом светло-зеленое, с белыми пилястрами и зящным балконом. Это последний частный дореволюционный дворец города, строился для миллионера, семена-сименовающей обомене Клазарева. Кажется, небольшой. На самом деле, вправо, в глубину уходим до следующей миллионной улицы. Та звание, которая говорит сама за себя, и интерьерный здесь поистине дворцовый. Сейчас особняк предвежит комитет по бескультуре с корпуса Санкт-Петербурга. В этой части старого города очень многое связано с именем Александра Сергеевича Пушкина. С левой стороны протяженное свето-желтое здание. Мой по 12, здесь была последняя квартира Пушкина. Она занимала весь бедетаж, от ворот до ворот. И мы всегда в этот дом смертельно раненого поэта привезли с дуэлем. На руку вовне стоя только и положили в диван в кабинете. Конечно, и в садуэлем молния-носка распространилась по городу. Съехами квартиры все время толкнулся народ. Жуковский вывешивал на дверях букет на обилетение о состоянии здоровья поэта. Через два дня Пушкин скончался. Тогда в нехрологии Адуевский писал, что всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери. И всякое русское сердце будет растерзан. Сейчас этот дом и на мойке 12-ти мере музей-квартира Пушкина. Пойдете время, посетите, точно не пожалеете. Везок и хорошая, причем совсем недавно обновленная экспозиция. Это филиал Воскресенье соберетесь пойти в учет и во всех филиалах русского мажора и в самом здании в основном. Походили на вторник. С правой стороны угловое здание с полкурами дом номер 31. Здесь находилась квартира первого и единственного мэра города Анатолия Собчака. Об этом говорит им реальная гаскана в посетке этого здания. Так что, Суша Собчак в свое детство она не ранняя. Школьное детство провела именно в этом доме. А мы с вами попали в маленькую, но самую настоящую пробку. Вот представьте, пробки у нас теперь бывают на воде. У него древо сколько маломерных судов насчитывается в Петербурге 59 тысяч. Даже для такого большого пятимиллионного города как Санкт-Петербург оно все равно очень и очень много. Санкт-Петербург он, конечно, хотел, чтобы каждый... Смена со стороны коричневого цвета здания, которое до сих пор считается шедевром архитектуры города конца 19 века, строилась на проект Максимилиана Мессмахера для архива госсовета. Одна из первых работ Мессмахера в Петербурге, но сразу за день он получил орден Святого Владимира, а вот продвижного заграждания тогда почему-то отказался. За мостом слева угловое здание это новый Эрмитаж, последняя по времени постройка силы Эрмитажного комплекса. Новый Эрмитаж строили уже в 19 веке, причем специально для музеев, а вот до этого Эрмитаж почти полностью оправдывал свое название. Из первого французского слово Эрмитаж означает «женича отшельника», «город зеленый уголок». Сейчас даже звучит странно Эрмитаж «город зеленый уголок». Но и почти пока не было. При Екатерине город приводит сначала в северной 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 экспорции поплина кагарминского коммерсанта Горсконского и первой коллекцией удовольствовала значит «город зеленый уголок». А как это напишет в барону Эрмитаж и «город зеленый этажа любое смешья и дворцовое мыши». Да, у нашей леверной тоже велась крупнейших музеев мира. Почти миллиона экспонатов насчитывает его коллекции. Сейчас мы с вами под Эрмитажным мостом вызову его. Уделено это место в городе предъявленный канадский Китай и наш город и самых самых России. Сейчас вы посмотрите на леверс. Итак, мы с вами в акватуре Невы. Вы видите сами, здесь есть чем полеволаться. Но у вас все по порядку. За нами остается дворцовая набережная и здания на ней принадлежат Эрмитажу. Парка на зимней канавке соединяет Эрмитажный театр у всех зеленых крышей со старым Эрмитажем. Рядом с левой страны небольшое светло-зеленое здание с белыми колоннами. Малый Эрмитаж и уже это и есть зимний дворец. Строится для единой славы всероссийский. Так говорил сам архитектор Франческо Бартоломео Растроген. В нескольких комнатах зимнего дворца, а здесь более тысячи помещений, Экатерина Великая решила себе устроить место уединения Эрмитаж. Вот смотрите налево за зимним дворцом появляется золотой шпиль адмиралтейства с плюгером корабликом. Вот маленький кораблик давно стал одной земле от города полиция золотой попол Исаакиевского собора. 100 килограммов чистого червоного золота, что только на позолотой этого попола. Но за все время существования собора, а его осветили полтора века назад, он в попол ни разу не пришлось золотить вновь. Пришла в год войны, его покрывали специальной защитной серой краской. Но 40 лет железный французский архитектор Рогюст Монферан посвятил создание Исааки. Слева по борту дворцовый мост. За ним впереди слева здание с башенкой. Это конскамера первой в России музей. Еще к утру был основан. И впереди стрелка Васильевского острова с растральными колоннами. Она словно делит него на два больших рукава. Неву большую и нему малую. В самом центре стрелки здание с белыми колоннами напоминающее античный храм. Это бывшая биржа. Здесь когда-то заключали торговые сделки. Почти 150 лет на стрелке Васильевского острова был морской торговый порт. Слева по обеих сторонам стрелки 32-метровые растральные колонны. Еще в древнем Риме специальные колонны упрошали растрами. По самым частям захваченных проблем. Чем больше их было, тем значительнее считалось победой. Эти колонны первоначально служили маяками. Сейчас недавно 13 июня в Дяи России в Дюре огнино-растральных колонны. И скорее всего Алые паруса завтра ночью их тоже будут дожигать. Наверное вы слышали об этом празднике. Вы наверное несомненно слышали Алые паруса. Обычно этот праздник проходит в ночь субботы на воскресенье. Но сегодня 22 июня это день начала войны. День памяти и скорби. Поэтому праздники перенесли. В городе уже все к нему готово. Концерт как обычно начнется в 23.00 на Дворцовой площади. Но попасть туда смогут только выпускники и кого-то они могут пригласить одного человека у каждого по два билета. Раньше у нас была вторая площадка на стрелке Васильевского острова. В этом году из-за ремонта Дворцового моста ее не будет. На бирже установят огромный кран, на котором будет транслироваться тот же концерт с Дворцовой площади. Ну а все остальные безбилетные могут прийти просто на набережную и полюбоваться как обещают незабываемым пиротехническим шоу. Вот посмотрите справа стоит длиннющий пантон его длина 400 с лишним метров вот как раз здесь ночью завтра в час сорок и начнется это обещанное действо. День само будет всего 23 минуты немного конечно но будет выпущено 54 тысячи залпов. Ну а потом роль своя будет играть корабль. с алыми парусами вот посмотрите справа по борту он виден о нем я вам расскажу чуть позже когда мы с другой стороны обойдем крепость и вообще если какие-то у вас вопросы будут именно по поводу праздника то наверное после экскурсии уже спрашивайте просто не хочу чтобы моя экскурсия превратилась только в рассказ о празднике алые паруса то есть есть еще чем полюбоваться в городе нашем с правой стороны сердце города Петропавловская крепость возник город в ходе северной войны она началась в 1700 году родилась 21 год война тура селилась со Швецией за возвращение исконно русских земель за выход Талтийскому морю до 16 мая по старому стилю 27 по стилю новому в 1733 году здесь на этом маленьком островке который называется Янисаари что в переводе с финского означает Заячий остров и была заложена крепость этот день считается днем основания города первоначально крепость так ведь и называли Санкт-Петербург крепость Святого Петра вскоре это название передается и городу который здесь рос а саму крепость называют Петропавловской также как бы собор который вначале был деревянным а уже позже вытрестровали в камню вот он собор справа в центре крепости высота его колокольни вместе со шпилем конечно 122,5 метра и пока это самое высокое архитектурное сооружение Петербурга с левой стороны за державым мостом здание с темным куполом и флагштоком это бывшая таможня сейчас институт русской литературы российская академия наук больше известный под своим историческим названием Пушкинский дом наверняка вы обратите внимание на большой пехмачный коричневый корабль с левой стороны он здесь появился в 2004 году открыли в нем первый пока единственный в Петербурге фитнес-центр на воде так что здесь есть хороший большой но весьма дорогой тренажерный зал рестораны тоже есть куда сейчас без них здесь их даже три назвали его красиво «Летучий голландец» это практически копия голландского флейта Амстердам тот еще 18 века строился в Голландии, конечно а этот наши мастера под Китером сделали из лиственницы а вот в основании его огромная бетонная плита его мы покидаем ненадолго входим в небольшой по протяженности Кромерский пролив длина его всего-то около километра Кромерский мост он впереди не такой старый как может на первый взгляд показаться даже 20 века постройка но стилизован он под мосты Петровского времени сама Петербургская крепость в наше время это музей музей истории города с многочисленными филиалами здесь же до сих пор работает монетный двор на всю Россию всего два монетных двора один в Москве а другой на Петербурге вот я вам сказала что крепость это музей если бы кому-то из вас вдруг предложили в музее жить все время постоянно не думаю что нашлось бы много желающих вот у нас на территории этого музея до недавнего времени был жилой дом посмотрите вперед за мостом с правой стороны за стеной трепосла двухэтажное желтое здание лишь позапрошлым летом наконец-то расселили 24 коммунальные его квартиры а до этого же те имели такой официальный адрес город Санкт-Петербург Петропавловская крепость дом номер 15 со стороны может показаться что это здорово во всяком случае престижно жили-то в историческом центре а им не нравилось полгие годы жильцы этого дом он посолежал на разной инстанции с левой стороны за скромный оград скрывается ленинградский зоопарк именно так ленинградский называют его до сих пор не стали переменовывать память о том что он даже во время войны работал ну конечно не все 900 дней блокады территория у него маленькая тем не менее здесь представлено 400 видов животных но правда вот слона и вегемота нет уже лет 30 смотрите сейчас направо на крепость может быть стены вам покажутся невысокими они широкие толстые толщина этих стен от 8 до 20 метров ведь строилась крепость конечно как оборонительное сооружение к счастью ей ни разу не пришлось участвовать в обороне от внешнего врага почти сразу она стала служить политической тюрьмой и одним из первых воевозников стал старший сын Петра I царевич Алексей который принял участие в заговоре сам Петропавловский собор на протяжении всей своей истории служил усыпальницей российских императоров почти все наши императоры начиная с самого Петра I здесь похоронены и вот не столь давно в июле 98 года сюда из Екатеринбурга перевезли останки последнего российского императора Николая II и членов его семьи на колокольный собор установлен музыкальный инструмент «Корильон» он состоит из 51 колокола их общий вес 15 тонн имеет депутат 4 октавы то есть представьте на колокольном инструменте можно исполнять музыку от произведений баха до современных джазовых импровизаций вот не в качестве рекламы а просто как совет если пойдете в такой концерт корильонный не пожалеете точно всем понравится посмотрите сейчас направо наверх на шпиль колокольня Петропавловского собора его мечет ангел с крестом крест неподвижен при очень сильном ветре поворачивается только фигура ангела два размера высота и размах крыльев по три с половиной метра а его с крестом почти полтонны ангел-хранитель считается что он бережет наш город от всяческих бед и невзгод но ангела-хранителя самого приходится иногда реставрировать и даже менять он у нас уже четвертый по счету подобно этого его снимали вниз для реставрации десять лет назад в пивеле города стоял он в одном из залов крепости любой желающий мог его за пятку потрогать а это ведь не то что монетку бросить чей же по кожуху а ангела потрогает за пятку точно к удаче тогда еще какая возможность предоставить с левой стороны здание облицованное красным кирпичом оно построено в форме подковы появилось здесь в средине девятнадцатого века архитектор Таманский строит его для арсенала по рисункам самого императора Николая Первого который был прекрасным военным инженером сейчас здесь работает очень интересный музей но больше он все-таки наверное интересен для мужчин музей артиллерии инженерных войск и войск связи это здание уже в девятнадцатом веке появилось а при Петрето Первом здесь было огромное открытое пространство перед крепостью Глассис на нем построили дополнительное земляное укрепление и построена она была в форме кронверка короны а вот до сих пор вся территория с левой стороны так и называется кронверк а пролив по которому идет цеплоход наш кронверский пролив слева по горке чуть впереди стоит небольшой гранитный обелиск уже в советское время он здесь появился в семьдесят пятом году стоит на месте казни декабристов именно здесь на восточном валу кронверка были казнены пятеро руководителей этого восстания сейчас не так часто это событие вообще вспоминают но каждый год в июле в этого обелиска собираются потомки декабристов чтобы почтить их память Сапутер когда начинал этот город строить он действительно хотел чтобы каждый житель города имел свою собственную лодку и передвигался в основном по рекам и каналам так и говорил здесь будет новый Амстердам вот не Венеция именно Амстердам Амстердам как известно славится не только каналами а еще и мостами там их около двух тысяч а Петр вообще не поищал строительство мостов строил только в случае крайней необходимости вот впереди тот самый случай крайней необходимости Иоанновский мост конечно его не раз перестраивали за три с лишним века но все таки это первый мост Петербурга строить начинали при Петре и назывался он тогда Петровский вот мы с вами видели уже Чижика Пыжика из уличных скульптур он у нас самый маленький но наверное самый знаменитый кроме него в городе есть и кот и кошка и добрая собака Гаврюша и гемотика Тоня и даже Мому с сапогами Герасим на площади Тургенева но мы где самое место само собой на площади Тургенева здесь у Иоанновского моста несколько лет назад тоже поселилось интересное и весьма крупное создание смотрите сейчас вперед за мостом с левой стороны на сваре сидит зайчик спасшийся от наводнения именно так официально называется эта скульптура вот опять нам приходится пропускать встречный теплоход и перед Чижиком и перед зайчиком прям закономерность какая-то за мостом будете налево смотреть зайца надеюсь не пропустите в отличие от Чижика 11 сантиметрового зайца у нас все-таки крупный рост зайца вместе с ушами аж 58 сантиметров вот эта водичка Невская такая была чистая что годилась даже для питья сейчас конечно в это явится с трудом на 18 веке эту воду развозили по городу в бочку белого цвета и тогда все знали белая бочка водичка чистейшая из Невы но время прошло ситуация к сожалению изменилась к худшему сейчас здесь официально даже купаться запрещено а уж пить Невскую воду в наше время вам точно никто уже не посоветует вот смотрите сегодня действительно необычайно жаркий день но почти нет желающих окунуться в Невскую воду хотя на самом деле здесь купаются даже зимой несмотря на какие запреты вот здесь справа на углу гостям крепости собираются питерские моржи любители зимнего плавания справа на Рыжкин гостям крепости он с влажной башни видите развивается перепасной флаг вот оттуда с Нарышкина гостям на каждый полдень стреляет пушка Петропавловки там стоят две пушки одна запасная на всякий случай стволы их орудия направлены вправо в сторону Финского залива а не в сторону зимнего дворца как это было всего несколько лет назад вот посмотрите справа в акватории Невы стоит корабль которому суждено завтра ночью сыграть с одной из главных ролей в празднике наших выпускников это ведь корабль капитана Грея на самом деле это шведский брик который в нашем празднике будет принимать участие уже четвертый раз подряд алые паруса которых сейчас практически не видно к сожалению вчера был момент когда их натягивали они действительно необычайной красоты 16 парусов площади 750 квадратных метров но как говорят они непрочные на них нельзя выйти в открытое море сделаны только для праздника сегодня кстати будет ночью репетиция праздника но что на ней будет никто не знает наверняка не копия завтрашнего праздника история этого праздника восходит еще к 1969 году тогда главным режиссером его был сам великий Товстоногов ну до 79 года проводили а потом на долгие годы забыли и возродили алые паруса не так уж давно в 2005 году мы с вами подходим к Троицкому мосту это подарок городу в двухсотлетию в мае 1903 года было открыто движение по этому мосту устроился французской фирмой ботиньон от разработки проекта принимал участие знаменитый французский архитектор Эйфель автор Эйфелевой башни помиже до сих пор мост часто называют родным братом Эйфелевой башни он разводной как почти все мосты переброшенные через него кроме одного Вантова разводят наши мосты во время навигации она обычно начинается в апреле длится иногда почти до зимы до конца ноября и за навигацию лоцунская служба Волгодалта обеспечивает проход попадателем ластами около 7000 крупных судов то есть за облач получается примерно 25-30 вообще разведение мостов в Петербурге красивое зрелище тоже обязательно придите посмотреть но учтите если скорость ветра превышает 18 метров в секунду объявляется штормовое предупреждение мосты совсем не разводят так было буквально несколько ночей назад кто-то поехал на теплоходе смотреть как мосты разводятся а их не разводили такое тоже бывает завтра Троицкий мост будет разведен предположительно с 9 вечера до 5 утра но данные предварительные пока еще не точные что-то может измениться Слева Троицкая площадь первая площадь города здесь строился Петербург по передаче Петропавловской крепости к сожалению с Петровских времен здесь не сохранилось ни одной постройки маленькая часовня золотым куполом появилась несколько лет назад как память о Петровской церкви которая когда-то здесь стояла а вот саму Петровскую церковь просто взорвали еще в 30-е годы прошлого века мечети больше повезло но мечеть это уже начало двадцатого века постройка создавали ее к тринадцатому году тогда отмечали трехсотлетие правления династии Романова так что в этом году было до четырехсотлетия а с боем мечети исполняется ровно сто лет огромный парусник с левой стороны это плавучий ресторан благодать но ресторанов на воде у нас конечно достаточно в акватории не вы причем самых разных слева по городу небольшой особняк с темными куполами и российским плагом он строился для дяди Николая Второго великого князя Николая Николаевича в семьях российских императоров начиная с Николая Первого это девятнадцатый век было принято детям совершеннолетию или ко дню свадьбы дарить дворец на эти цены начиная с рождения ребенка откладывалась из казны по одному миллиону рублей до сих пор в Петербурге сохранилось большое количество больших уже конечно великокрежеских дворцов в этом в советское время довольно часто звучал марш Мендельсона здесь был дворец бракосочетания правда в основном для иностранцев сейчас здесь полномочное представительство президента в северо-западном федеральном округе от левой берега отвлекитесь посмотрите на правый справа знаменитая ограда легкого сада легкая прозрачная воздушная они очень много написано и в стихах и в прозе именно они Анна Ахматова напишет я к розам хочу так единственный сад где лучшая в мире стоит из оградов но появилась эта ограда не при Петре уже при Екатерине Великой тогда же и набережда отделят гранит и когда создавали эту ограду и набережную его оттеснили почти на 30 метров настолько Нева тогда уже стало и вновь смотрите на левый берег здание с надписью на крыше Сбербанка России это конечно советского уже времени постройка 60-х годов несмотря на невзращность посадов дом до сих пор называют дворянское гнездо а здесь тогда жили очень многие деятели музыкального и театрального искусства перед этим зданием слева небольшой сквер далековато конечно но все-таки налево посмотрите постарайтесь в самом центре этого сквера разглядеть низенькое здание с зеленой крышей ну и хотя бы знаете что есть оно там в этом сквере первый домик самого Петра Первого вернее деревянный домик Петра он еще меньше он внутри каменного бутляра он прошло уже больше трех столетий он до сих пор в прекрасном состоянии музей сейчас там работает маленький но очень уютный он так и называется домик Петра тоже педал русского музея здание с надписью на крыше Мегапон еще в конце 30-х годов прошлого века здесь стали строить гостиницу им турист но война скутала все планы строительство затянулось сдавали дом уже после войны причем как жилой квартиру в нем получили тогда семьи моряков вот до сих пор его так и называют дом моряков хотя давным-давно не только семьи моряков здесь живут а вот огромные скульптуры на крыше посмотрите они действительно огромные высоко в два этажа а там сталинские потолки здесь почти по 3,5 метра вот эти скульптуры с того же уже после аварийного времени сохранились просто чудом таких домов у нас в городе осталось очень мало считанные единицы впереди мост литейный это второй по времени постройки постоянный мост переброшенный через него за литейным доском него имеет наибольшую глубину 24 метра а ее средняя глубина 8-10 метров вот примерно столько около 10 метров как раз сейчас под нами скорость реки оцените сами метр в секунду примерно 3-4 километра в час не очень велика неба по протяженности 74 километра это действительно считается совсем немного и примерно 30 в черте города но она очень многовольно за год несет в себе воды столько сколько в метр и дом причем вместе взяты когда-то шведы эту речку называли Нью Новая река нынешним названием она образна озеро из которого вытекает но в древности Ладожское озеро называлось Нево Москозолит Борь наверняка те из вас кто знает где стоит наша Аврора уже на нее смотрят но мы к ней подойдем ближе я о ней расскажу но чуть позже пока смотрите вперед впереди с левой стороны Пироговская набережная свежая протяженная здание которое по набережной проходит почти до Литейного моста принадлежит военно-медицинской академии академия это целый медицинский городок он занимает три квартала сам Пирогов великий русский хирург Николай Иванович Пирогов почти 15 лет в Петербурге прожил и конечно набережная не случайно именно его фамилия носит слева здание гостиницы Санкт-Петербург правда реклама Самсунга и Ростелекома видна значительно лучше чем название гостиницы Назывался Ленинград строился в 70-е годы прошлого века тогда в советское время Сергей Спиранский за проект этого здания государственное премию получил настолько высоко его работа оценили сейчас здание многим не нравится считается что оно портит ведь Пироговской набережной и есть даже планы его сноса но если действительно не будут сносить что появится на набережное место гостиницы лучше или хуже сложно сказать но уже есть с чем сравнивать но посмотрите за гостиницей там где Ростелеком написано уже стоит не так давно построенное здание жилое то есть у него официальное название Монблан а вот этот Монблан то уже официально признан уже градостроительной ошибкой но сносить эту ошибку градостроения конечно никто уже сейчас не собирается а сейчас мы с вами как раз отправимся к легендарной Авроре крейсер революции так ее называют часто конечно крейсером революции стала Аврора не сразу она сошла со стопелей нового адмирательства здесь в Петербурге сто тринадцать лет назад в мае 1900 года Аврора а генеотренний зон мог развивать скорость до двадцати узлов это примерно тридцать семь километров в час свое боевое крещение Аврора получила в Цусимском сражении 1905 года чудом избежав гибели прорвалась на Террибинские острова и только через год вернулась в Пронштадт но остальное вспоминайте из школьного курса истории 25 октября семнадцатого года в 21 час сорок минут холостой выстрел носового орудия Авроры дает сигнал штурму Зимнего дворца тогда крейсер стоял не здесь ниже по течению Невы сюда перед Нахиловским училищем на личную стоянку Аврора уже после войны поставили в сорок восьмом году пациентское время было очень почетно быть принятым в пионеры именно здесь на борту легендарного крейсера Аврора сейчас как вы понимаете никого здесь пионера уже не принимают поэтому у нас же у нас названием русский пионер владел им небезызвестный Михаил Прохоров а вот несколько лет назад ему захотелось отметить день рождения своего любимого журнала на Авроре было это как раз тоже в дни проведения в нашем городе международного экономического форума только тогда в 2009 он проводил в начале июня вечеринка удалась многие политические деятели на ней тогда отметились и на тот вечер Тима Тангалаки Сергей Шнуров пел ну а потом как всегда вдруг выяснилось что Аврора у нас не просто музей а самый настоящий боевой корабль со статусом корабль номер один и конечно подобного рода развлечения на Авроре запрещены через год после той вечеринки в 2010 году Аврору вывели из состава военного морского плота экипаж расформировали так что теперь Аврора наша это только пилиал военно-морского музея но плаги как видите все равно поднимаются как на самом настоящем боевом корабле на корне на белом фоне Кассо Симитрест это Андреевский план и Гровозона считается покровителем русского плота плаг на лосок Юс Юси поднимают на кораблях первого и второго ранга каждый день во время якорной старянки вместе с кормовым плагом пока еще не определились со словами точно но предположительно уже этой осенью Аврору нашу собираются буксировать на ремонт года на полтора-два возможно после ремонта она станет учебным кораблем для курсантов нахимовского военно-морского училища это здание за авророй голового цвета со шпилем вот до недавнего времени нахимовское поступать могли у нас только юноши после девятого класса через три года получали подготовку которая позволила продолжить образование уже в высших военно-морских учебных заведений но вот несколько лет назад впервые за всю историю училища набрали две группы девушек всего 30 человек связано с этим элементом училище сразу перешла с трехлетней на семилетнюю систему обучения мальчики и девочки в нахимовское поступают теперь в пятый класс а не в девятый как раньше сама аврора она конечно на личной стоянке стоит во всяком случае так написано во всех путеводителях но не так уж давно в восемьдесят четвертом году ее уже буксировали на ремонт прибыла аврора здесь не было так что название так личная стоянка она конечно весьма весьма относительно за время нашего небольшого часового путешествия мы успеваем перебываться в центральной части города в парадном петербурге но вот одно здание из города совсем другого вовсе не парадного я обязательно хочу вам показать посмотрите налево на литейный мост вперед уже на противоположный берег мост переходит в литейный проспект вот здание с высокими антеннами как большая каменная коробка это 30-е годы прошлого века стиль конструктивизма литейный 4 печально известный большой дом бывшее главное управление МКВД вот тогда в 30-е годы ленинградцы перед входом в это здание могли каждый день видеть огромную очередь из родственников рекрессированных людей которые стояли там в тщетной надежде хоть что-то узнать о своих родных и можно сделать какую-то передачу в числе тех людей была ведь Анна Охватова и уже позже в фонтанном доме она напишет а если когда-нибудь в этой стране воздвигнуть задумают памятник мне согласие на это дает торжество но только со словом и ставить его и около моря где я родилась последнее с морем разорванным и связь и в царском саду у заветного дня где тем безутешно ищет меня а здесь где стояло я 300 часов и где для меня не открыли засоб ну вот что удивительно конечно в городе в нашем месте памятники Анне Охватовой и не один но ни один из них не стоит там где хотела этого сама поэтесса еще в середине 19 века Аполлон Григорьев в своих заметках петербургского делах и писал чтобы хорошо узнать Петербург надо бы посвятить ему всю жизнь свою сродниться с ним и ругаться ему душой и телом и под небом Италии и средь развалин Греции и слотановых рощах Индии не бывает таких ночей как в нашем прекрасном Петербурге бездна поэта попитывала и восхваляла наши северные ночи но выразить красоту их словами так же невозможно как описать запах розы или дрожание струны и замирающей воздухе давно эти слова были написаны уже ведь полтора века прошло даже больше но конечно они до сих пор остаются актуальными вот как раз сейчас и стоит в нашем городе эта волшебная романтическая пора садовая ночи когда одна заря сменить другую спешит дав ночи полчаса слова это из пушкинского медного садника полчаса это конечно политическое преувеличение самый длинный день в году как раз сегодня он длится восемнадцать часов пятьдесят три минуты ну а потом все пойдет на обыль дни станут короче ночи длиннее трехпролетный мост который называется прачечным когда он строился это было еще при Екатерине второй половине восемнадцатого века на левом берегу фантомки работали дворцовые прачечные за долгие годы своего существования мост не протерпел существенных изменений и что удивительно никогда не менял своего названия в советское время почти все наши улицы площади и даже мосты были переменованы уже в двадцатом веке свой маршак такие напишут строчки все то чего коснется человек приобретает мечтать человече вот это том нам прослужившие почти умеют пользоваться речи да вместе то не говорит Нева страница долго наложиться мерзкий пусть лет не сад а мигуна голова обновь вспоминают острова от разве же вроде достоевства как мы словно сейчас пройдем под мостом между фонтанкой и него где живет петровские и обратите внимание в фонтанку входим на зеленый свет светофора и пробки есть и светофоры бывают но правда на этом почти всегда зеленый залит реакторе это красный смотрите направо двухэтажное каменное здание это самый настоящий дворец в самое время первый генерал губернатор города Александр Данилович Меньшиков несколько дворцов имел в Петербурге в одном из них Новосибирском острове было аж 150 помещений на набережной справа в виде небольшое изящное здание это кофейный бомб но уже в 19 веке в городе была парадная часть не было а вот а вот дальше это уже начиналось хозяйственный огород выращивались поваренные травы фрукты и овощи но сейчас посмотрите здание с зелеными потолами это бывшее училище правовидения в 19 веке его воспитанники носили форму он держал по зеленому цвету а зимой еще и кожикалы шапки вот только из этой формы они получили праздниче чижики-хожики в далеком месте они отличались примерно это поведение и песенка не только в городе очень популярная чижик той же где-то был на фонтанке водку пил это не практичка песенка а как раз про воспитанников училище правовидения будущих юристов на самом-то чижик скульптурка не так давно появился в девяносто четвертом году и вообще-то умение его на фонтанке это результат работы конкурса юмористов золотой остатки он вернется к летнему саду славился он тогда скульптурой без знаменитого фонтанами на хитрике получила название это река фонтанка к сожалению фонтанная система полностью была разрушена во время одного из катастрофических наводений тогда ведь Екатерина Великая не сочла возможно ее восстанавливать а вот в наше время такую возможность нашли во время реставрации восстановили восемь фонтановых когда-то существовало что здесь пятидесяти а вот все оригинальные скульптуры заменили копиями оригиналы теперь хранятся в открытом ходе скульптуры Михаиловского замка а копии можно увидеть здесь в летнем саду в любой день до десяти часов вечера рано вторника ведь как ни странно это звучит летний сад это тоже филиал русского музея как во всех филиалах по вторникам саду выходной с одной стороны протяженное здание на месте которого при Петре находилась партикулярная вера это значит что суда которые здесь строились предназначались для гражданского а не для военного населения тоже здесь строят каменные обдары для хранения соли и вина и до сих пор вся территория с левой стороны весь квартал официально называется соляной городок кто вдруг не заметил чижиков тоже а вот он с правой стороны стоит на углу на своем виде стали слева все здания разновременной постройки самое молодое из них угловое оно после войны уже появилось на месте разрушенного а вот два следующих небольших цветных домов в самом начале двадцатого века молодой архитектор тогда еще начинающий Алексей Щусин строил для графа полосу его в стиле Петровского барокко из личности не принесет ему славы архитектор Шусин прославится в советское время построит мавзолей Ленина в Москве на Красной площади разбавляя слева с длинным балконом девятнадцатого века построил и тогда в тридцатые годы здесь работало третье отделение ведавшее политическим сыском а уже в начале двадцатого века в доме жила работал Петр Аркадьевич Столыпин в президенте совета министров России слева три дома с треугольными фронтонами типичные построения конца восемнадцатого века еще при Петре разработаны были всего три типовых проекта для строительства домов в городе для зажиточных людей для именитых вот такие дома как эти а третий тип простые скромные одноэтажные дома для подлых людей только слово подлых означало тогда неимущий бедный а осень отрицательную черту характера не заплатил вовремя подлых 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 человек подлых а с левой повыше здания с надписью антиквариат на первом этаже это уже конец девятнадцатого века архитектор я потом перестроил для семьи своей семья была большая занимала весь третий этаж этого дома подсмотреть вот третий этаж выгодно от других отличается остальные квартиры сдавались в наем то есть дом был доходным то если рассмотрели и при этом еще не успели забыть фильм Питера Фан его главная героиня по фильму как раз в этом доме на фонтанке живет желтое здание с главной полоколонными дворцы и частные особняки название получали по фамилиям последних владельцев начался обычный жилой дом также как на следующий рядом с ним с левой стороны во время экскурсии успевали его обращать внимание не только на здания а еще и на рисунки оград наших рек и каналов сначала ведь задумывалось так чтобы каждая река имела свой неповторимый рисунок ограды если бы мы попали в эту часть города в начале 19 века то только взглянул на рисунок ограды набережной могли бы понять сразу на фонтанке находимся в наше время это правило часто нарушается пройдем под мостом Геленского и дальше смотрите рисунок ограды на рисунке совсем уже будет другим точно таким же как на реке Мойки для монтанки без исключения потеряется ограды только на одном небольшом ее участке между двумя мостами часто город называют музеем мостов справедливо конечно но вот сколько мостов в Петербурге вам точно никто и никогда не скажет разные справочники дадут весьма разные данные дадут не могли прийти к общему мнению как мосты считать но 10 лет назад к юбилею решили сосчитать наконец-то все даже в парках через маленькие ручейки и речки получили солидное число 539 но это было 10 лет назад сколько за это время мостов появилось никто пока не сосчитал точно подходим к одному из самых красивых мостов Петербурга к Аничкову мосту именно с таким ударением на второй слог название его произносится к женскому имени Аничка не имеет никакого отношения мост получает название по фамилии подполковника Аничкова он руководил строительством деревянного моста на том же месте еще в 18 веке по знаменитой скульптурной группе Петра Карловича хлопка укрощение коней человека появились на мосту лишь в среднем века 19-го вот сейчас вперед на мост посмотрите с воды можно будет сразу одним взглядом охватить все четыре структурные композиции а сам так вот хотел чтобы их рассматривали по одной по очереди начинать надо с той которая на мосту слева ближе к нам а идти по часовой стрелке соответственно последней будет правая тоже к нам ближняя композиция там где понижал крошок человек укоротил коня и спокойно шагает рядом с ним подходим к зданию в которую начиналась наша эксплуатация сейчас нам приближит национальный вид набор кандидат подсознания цель приемлем по кроме области пах еще поехали в кандидат через до до ία Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok